всем большой привет и в этом коротеньком видео я хотела вам показать как скажем так я работаю с монтажной областью не периодически спрашивают какая монтажная область у тебя в которой ты работаешь так почему у нас ничего не показывает и сейчас шатер сток сделал что вот показывать сейчас шатер сток сделал что не надо загружать никакое превью но вектор обязательно должна быть сама именно векторная картинка не менее 4 мегапикселей и 2 на 2 2 на 2000 это как раз 4 тысячи да то есть в принципе если ширину умножить на высоту мы получаем как раз эти самые пиксели сколько нам надо да то есть 2000 на 2000 это получается 44 мегапикселя но стоит вопрос что если я не хочу квадрат а прямоугольный да то есть вверх вниз какие мне ставить параметры чтобы это было 4 мегапикселя и если такой вот сайт то есть не реклама я просто скажем так первый попавшийся себе взяла я набрала в поисковике калькулятор мегапикселей и вот здесь собственно показывается можно ввести нужное значение да и вот тут внизу он показывает сколько мегапикселей будет состоять да и именно эти параметры я потом ввожу вот сюда вот в монтажную область то есть минимум мне необходимо чтобы было 4 сейчас у меня вот допустим 35 да то есть потом показывает 3500 умножить на 1000 получается 3500 у меня сейчас временно пропал интернет поэтому я не могу прокалькулировать но на 1000 до это получается 3 3 5 но если на 1200 то это уже будет 4 мегапикселя это я уже просчитала но и вы у себя тоже можете протестировать вот то есть именно такие параметры я сейчас и буду вводить вот сюда вот и раньше как мы делали да то есть как я говорила как допустим уменьшить размер файла да то есть вот так вот просто ужимаем то есть сейчас на шаттер стоке должно быть именно сам само векторное изображение 4 мегапикселя то есть не монтажная область только лишь а именно сам файл сам сам вектор должен быть 4 мегапикселя вот и увеличили размер допом 35 мегабайт вот если у вас стоял вопрос какую монтажную область создавать то можете перейти вот по этой вот ссылке выбрать себе горизонтальную вертикальную квадратную монтажную область вот эти параметры я в точках кстати у меня все файлы когда создаю я оставлю не в пикселях а в точках это тоже влияет на размер файла вот тут вот у меня вот я выбираю все пункты если по-английски это points если по-русски это точки вот точки и получается по полностью по размеру монтажной области я потом создаю какую-то работу вот это все что я вам хотела сегодня рассказать и показать если вам понравилось обязательно поставьте лайк и до встречи в следующих видео всем пока спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...